Доброго времени суток, уважаемые зрители, наши гости и, конечно же, подписчики канала. Вы смотрите Польза и Вред. И сегодня мы поговорим о вреде и пользе вегетарианства. Сегодня немало людей выбирают вегетарианство. В чем заключается польза и вред рациона, исключающего животную пищу? Стоит ли становиться вегетарианцем? Давайте разбираться. Вегетарианство. Вред и польза для женщин и мужчин. Если верить статистическим данным, то женщин, придерживающихся вегетарианства, в два раза больше, чем представителей сильного пола. Причин, по которым люди становятся ярыми противниками употребления пищи, да и не только, животного происхождения много, как, впрочем, и видов самого вегетарианства. Если говорить в общем, то все вегетарианцы исключают из своего рациона мясо, рыбу, морепродукты и птицу, а некоторые отказываются и от молочных продуктов, яиц, меда и грибов. В чем же польза от такого рациона? Следует отметить, что ученые доказали, люди, придерживающиеся вегетарианства, меньше подвержены заболеванию определенным недугам – развитию патологических состояний. Давайте посмотрим на пользу вегетарианского рациона для человека. Нормализуются обменные процессы, а также водный баланс в организме. Это связано с употреблением малого количества поваренной соли, снижением риска возникновения сердечно-сосудистых недугов. Люди, придерживающиеся вегетарианского меню, реже страдают от злокачественных опухолей в желудокишечном тракте. Вегетарианцы редко болеют катарактой. Нормализуются состояние кожных покровов. Вегетарианская схема питания – мощное оружие в борьбе с лишним весом. Снижается риск развития недугов почек. Переходит в норму циркуляция желчи. Восстанавливается нормированный углеводный обмен, что важно для тех, кто болеет диабетом. Доказано, что у вегетарианцев продолжительность жизни немного больше. Официально вегетарианство возникло в 1847 году. Тогда было создано международное сообщество, в центре которого была Великобритания. Однако и в древности существовали целые течения этого направления. Перед тем, как переходить на вегетарианские принципы питания, важно взвесить все «за» и, конечно, «против». Полный отказ от пищи животной не приходит без следа для нашего организма. И прежде всего следует быть осторожным людям, у которых есть хронические недуги. При переходе на вегетарианский рацион они могут опостриться, что приведет к значительному ухудшению общего самочувствия. Нельзя переходить на вегетарианскую диету людям пожилого возраста, а также тем, у кого в анамнезе есть анемия. Деткам и подросткам в период активного развития всех систем, органов, важно поступлению белка животного происхождения в большом количестве, ведь именно он строит мышцы и кости. Соответственно, ни о каком вегетарианском образе питания в этот период не может идти речи. Возможный бред от вегетарианской диеты. Нехватка в организме витаминных комплексов В12, а также рибофлобина в растительной еде их содержание ничтожно мало, поэтому вегетарианцы могут столкнуться с неврологическими расстройствами, задержкой роста. Строгая вегетарианская диета не может дать организму энергии в нужном ему количестве. В связи с этим, все вегетарианцы, занимающиеся тяжелым физическим трудом, испытывают частые недомогания и хроническую слабость. У вегетарианцев наблюдается серьезная нехватка нужных человеку микроэлементов. Если употреблять только пищу растительную, организм недополучит цинка, кальция, а также железо. В этом случае необходимо принимать регулярно минерально-витаминные комплексы. Отдельным вопросом стоит польза и вред вегетарианства для женщин в период вынашивания малыша. Отзывы врачей здесь единогласны. Будущая мама должна правильно питаться, то есть и мясо кушать тоже, чтобы малыш формировался и развивался полноценно. Ну а может ли спортсмен быть вегетарианцем? Пару десятилетий назад вегетарианство и занятия спортом были несовместимыми понятиями. Считалось, что все, кто серьезно занимается спортом, должны обязательно кушать животную пищу, так как в ней много протеина и аминокислот. Современные ученые нашли так называемую потенциальную замену мясным и животным продуктам даже для тех, кто занимается тяжелой атлетикой и бодибилдингом. Как же можно совместить вегетарианский рацион и спорт? В меню спортсменов-вегетарианцев вводят сою, молочные продукты, чечевицу, бобы, а также арахис и тому подобное. При занятиях спортом важно не просто получать белок и протеин, но и энергию. А ее нам дают орешки разных видов. Каши, овощные и фруктовые смузи, сухофрукты. Можно также употреблять синтетические энергетики. Но все это, разумеется, касается только вегетарианцев, которые позволяют себе иногда молочные продукты и яйца. Тем, кто придерживается строгой веганской диеты, серьезные занятия спортом противопоказаны. А что думают по этому поводу врачи? Говоря о пользе и вреде вегетарианства, нельзя не учитывать мнение врачей. В целом, многие медики положительно относятся к вегетарианству. Специалисты-диетологи западных стран разрабатывают специальные схемы питания, основанные на вегетарианстве, которые помогают сбросить вес и снизить риск развития патологий желудокишечного тракта. Отечественные медики рекомендуют вегетарианство в качестве временного диетического меню при лечении недугов желудокишечного тракта, а также диабета. А вот переход на вегетарианское питание на длительное время наши специалисты не одобряют. Единого мнения, насколько вегетарианская диета полезна либо вредна, сегодня нет. Вегетарианский принцип питания соотносится с прекрасным здоровьем. Проблемы возникают тогда, когда человек слишком быстро переходит на пищу растительного происхождения или придерживается однообразной монодиеты. Также на фоне вегетарианства могут развиваться различные патологии, если не принимать витаминных и минеральных добавок. Как правильно перейти на вегетарианское меню? Согласно отзывам специалистов, чтобы от вегетарианства была польза, а не вред, нужно правильно переходить на растительный рацион. Давайте посмотрим на принципы перехода на вегетарианское меню. Становиться вегетарианцем лучше в летнее время года, когда большой выбор овощей и фруктов, к тому же недорогих. Исключать животную пищу из меню следует поэтапно. Откажитесь сначала от говяжьей и свиной мякоти, оставив в меню молочные продукты, яйца и филе птицы. Если вы планируете стать строгим вегетарианцем, время отказа от животных продуктов должно длиться 2-3 месяца. Из пищи растительного происхождения можно приготовить немало вкусных и разнообразных блюд. Откажитесь от монодиет. Наблюдайтесь у диетолога весь период перехода на вегетарианское питание. Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций и плохого настроения. Стать вегетарианцем или нет – решение ответственное, поэтому не нужно следовать моде, а лучше взвесить все за и против. Будьте здоровы! На этом мы сегодня закончим. Ну а выразить свое мнение или же поделиться с нами своим личным опытом можно в комментариях. А с вами был канал Польза и Вред. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны, и вы узнаете еще много полезной, а главное – важной информации. А я же всем говорю спасибо за ваши оценки к видео, и всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok